Я думаю, каждый из вас замечал, мужчины и женщины такие разные, но все ли отличия, не считая самых банальных, вы знаете. Готов поспорить, многое о противоположном поле вы и подумать не могли. Давайте узнаем некоторые отличия между мужчиной и женщиной, поехали. Мужские половые гормоны способствуют росту волос на теле и на лице, но не на голове. На голове волосы у мужчин растут медленнее, чем у женщин. Женские же половые гормоны способствуют росту волос на голове и препятствуют росту волос на лице и теле. Тестостерон признается главным биологическим фактором, определяющим половое влечение как у мужчин, так и у женщин. Если у лиц мужского пола ежесуточно вырабатывается 6-8 миллиграммов тестостерона, то у женщин всего полмиллиграмма. Половое созревание женщин начинается раньше, чем у мужчин и полного физического развития они достигают быстрее. Половое созревание мужчин инстинкт самосохранения отодвинул на более отдаленный срок. Самцам для реализации рефлекса вожака необходимо иметь как можно большую силу. Мозг женщины в среднем весит на 100 грамм меньше мозга мужчины, но это вовсе не значит, что мужчина умнее женщины и лучше нее приспособлен к интеллектуальной деятельности. На самом деле мозг мужчины и женщины в интеллектуальном смысле можно назвать одинаковым, но умственная работоспособность женщины гораздо выше. Инстинкт отцовства у мужчин разве значительно слабее, чем инстинкт материнства у женщин. Ведь не даром маленькая девочка из множества игрушек выбирает куклу, тогда как мальчику более по душе самолет, кубики и автомобили. Девочки тянутся к малышам, любят шить, мастерить одежды для куколок. Для женщин естественно советоваться с другими людьми. Мужчины обычно самостоятельно принимают решения. Мужчина размышляет молча и высказывает только окончательный результат. Мужской мозг специализирован и обладает способностью сортировать и складировать информацию. В конце дня, в течение которого возникало множество проблем, мужской мозг может сложить дела в архив и забыть о них на время. Женский же такой способностью не обладает, информация снова и снова прокручивается в голове. Чтобы перестать думать о проблемах для женщин, существует только один способ – поговорить о них. Тестирование, в котором приняли участие более 100 тысяч европейцев, показало коэффициент интеллекта IQ у мужчин в среднем 119, а у женщин 113. Но при этом мужчинам принадлежат и самые высокие и самые низкие показатели IQ. То есть среди сильного пола больше как сообразительных, так и умственно отсталых. В отличии от моего канала, тут собрались только гении-знатоки юмора. Это видно по комментариям. Ставьте лайки. И на этом все. Спасибо. 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 Продолжение следует...